Всем привет! У нас часть вторая. Продолжаем работать с устройствами BELINUX. Теперь разбираемся с модулями ядра, с тем, как управлять устройствами и, например, управлять USB. Также немножечко потрогаем UDEV, чтобы понять, как он работает. Все-таки он сейчас уже такой самый актуальный и полезный. Это LPI 101.1, часть вторая. Обнаружение управления устройствами. Значит, мы с вами сейчас разберемся с тем, как выводить информацию о списке оборудования. У нас здесь есть с вами несколько команд. Это ls. Mod. List. Mod. Показать модуль ядра. Показать затем информацию в устройствах. PCI, PCMCIA. Это у нас такие сокеты PCMCIA. Это плата расширения для ноутбуков. Она нам, в принципе, не нужна. Я ее здесь вывел. Ls. USB. Вывести информацию о шине USB. И две команды Ls. HAL и Ls. Hardware, которые раньше использовались, когда у нас использовался HAL. Сейчас у нас HAL не используется. И, соответственно, эти две команды недоступны. Вместо них у нас используется UDEV. У UDEV есть свои утилит-администрирования UDEVADM. У нее есть несколько опций. Вот опции, которые у нас есть основные. UDEVADM.info. Получить информацию из базы данных. Там дальше очень много ключей. Мы сейчас посмотрим. Триггер. Это как бы создать какое-то событие, на которое UDEV должен среагировать для устройства. Например, подключение какого-то устройства. UDEV.settle. Важная команда, которая позволяет дождаться завершения обработки всех событий. То есть выполнить все правила, после чего можно выполнять какую-то работу дальше. То есть после того, как выполнится команда UDEVADM.settle, мы точно знаем то, что все события, связанные с оборудованием, они произошли и все правила были обработаны. Есть отдельная опция для управления самим демоном. Есть опция для работы, для мониторинга того, что происходит. И есть тест, который симулирует запуск событий. То есть мы смотрим, что у нас происходит. Это последняя опция очень полезная, если мы сами начинаем писать какие-то правила для UDEVADM. То есть для UDEV-демона. Мы этим сегодня заниматься не будем, но основные вещи посмотрим. Давайте перейдем в консоль. Итак, для начала LS-мод. Выведи нам список модулей ядра. Нужно сказать, что модуль ядра это в принципе какой-то объект, программный объект. Он содержит код, и этот код каким-то образом расширяет функционал ядра. То есть это необязательны драйверы какие-нибудь. Тут может быть у нас, например, где-нибудь IPTables. IPTables не является драйвером, он расширяет функционал нашего ядра. Но тем не менее есть и драйверы. Вот, например, драйвер, который позволяет пользоваться файловой системой XFS. Вот, например, драйвер с сетевой картой и так далее. То есть в принципе здесь присутствуют драйверы точно так же. Далее, допустим, LS-PCI. И мы с вами можем посмотреть всю информацию о шине PCI, которая у нас здесь есть. Мы можем попробовать LS-USB. И увидим то, что такой команды у нас не найдены. Сейчас мы поставим утилитку. Вообще, для LS у нас с вами существует вот сколько различных вариантов вывода. Я написал LS и нажал клавишу табуляции. Мы видим то, что у нас мы можем посмотреть множество-множие всего. LS-CPU у нас даже вот есть. Но давайте разберемся с USB. Для того, чтобы у нас появилась возможность работать с LS-USB, нам нужно установить USB утилиты. Ям-инстал-USB-Utils. Вот они. Только ям-инстал. Я что-то опечатываюсь постоянно. USB-Utils. Вот они у нас ставятся. И теперь я могу использовать команду LS-USB. И вижу то, что вот у меня есть мой root-hub, корневой hub USB. У нас есть шина USB. И на ней у нас есть корневой hub. То есть никаких конкретных устройств у нас нет. Давайте я подключу флешку к своему компьютеру. Для этого я открою VirtualBox. Вот в VirtualBox моя виртуальная машина. И здесь могу щелкнуть и подключить. Допустим, вот у меня есть флешка Kingston Data Traveler. Подключил я эту флешку. Возвращаюсь в свою консоль. Делаю снова LS-USB. И вижу то, что у меня теперь на первой шине появилось устройство номер 2 с определенным ID-шником. И это моя флешка Kingston Data Traveler на 64 гига. Моя любимая флешечка. Давайте теперь поработаем немножечко с UDEV. В UDEV мы особенно ничего делать не будем. Мы сделаем UDEVADM. И, например, скажем то, что мы хотим посмотреть информацию. UDEVADM.info, видите, мало. Нам нужно как-то конкретизировать, какую именно мы хотим посмотреть информацию. Мы можем посмотреть ее по определенному пути. Мы можем создать определенный запрос по какому-то типу. Мы можем сделать вообще все, что угодно. Я предлагаю сказать UDEVADM.info. Покажи нам по атрибутам, по пути. Все. Например, Sys. Мы уже о ней говорили об этой директории корневой в прошлом занятии. Класс. В классе нам нужна сеть. И, например, информация о моей сетевой карте. Enp. Вот она 0s3. И вот нам выводится вся информация об этой сетевой карте. Он показывает нам взаимосвязь, устройство, настройки устройства и так далее. Где она находится, на какой шине, по какому адресу и так далее. Мы можем сказать UDEVADM. Например, UDEVADM. Возьми и мониторь. Все, что сейчас будет происходить. По property. По ядру. И показывай нам. Вот так. Только я не знаю, зачем я в конце написал UDEV. Тупану. И вот сейчас я возьму и отключу в другом окне ту флешку, которую я подключал. Вот я ее отключил. И вот она нам пишет то, что произошло событие. Был ремофф. Извлечено было устройство такое-то, такое-то. Могу что-нибудь подключить? Какую-нибудь там, я не знаю. Давайте я камеру, например, подключу. Хотя нет, тогда у меня отвалится видео. Не буду подключать. Ну, в общем, здесь через UDEVADM мы можем видеть все, что происходит. Мы можем сказать UDEVADM. Ну, давай протестируй события. Тест. Которые могут происходить у нас с блочным устройством. Блок. SDA. Вот так вот. И он нам показывает, какие у нас могут быть события, связанные с ним. Опять же, здесь очень много вывода. И вообще UDEV у нас не входит в тему сегодняшнего занятия так плотно. Я вам просто показал то, что... То, что раньше мы выполняли при помощи специальных утилит для работы с HALM, теперь это все уже деприкейтед, не используется. Мы работаем только с UDEVADM. А у него свои интересные настройки, свои интересные утилиты. Мы можем сами писать правила UDEVADM, сами писать события, реакции на эти события. Это все отдельная такая большая тема, которая на данном этапе нам совершенно не нужна. И чтобы закрыть тему с оборудованием, у нас остался слайд с управлением модулями ядра. Как я говорил, это в том числе и, например, драйверы. У нас есть вариант вывести информацию о модулях ядра. Мы это видели. Можем посмотреть информацию о конкретном модуле. Можем жестко удалить или вставить модуль ядра. Но RM-MOD и INS-MOD уже сейчас не используются. В основном используется MOD PROB, который намного интереснее, интеллектуальнее. Он умеет отслеживать зависимости. Он много что умеет делать. Он аккуратно может удалять и вставлять обратно в ядро его модуля. Давайте попробуем сделать это в консоли. Опять же, LS-MOD мы с вами уже делали. Вот у нас LS-MOD очень много модулей. В том числе у нас есть модуль сети. Я знаю, что это модуль сети. Давайте его посмотрим. MOD.INFO E1000. И вот он нам показывает все, что относится к этому модулю. Какой он использует, где он находится. Вот какая у него версия. Здесь я вижу в описании, что это Intel PRO 1000 Network Driver и так далее. Теперь я могу попробовать, например, удалить этот драйвер. Я, само собой, отвалюсь от SSH. Но что делать? RMOD E1000. И вот я удалил AdDriver. Все. У меня консоль повисла. Хорошо, что у меня есть VirtualBox. И в VirtualBox я могу еще поработать. Зайду теперь через отдельный терминал VirtualBox. Перейду на root, чтобы можно было что-то делать. У меня сзади выскочило окошко. Видите, о том, что у меня сеть отвалилась. Путь не может больше подключиться. Я попробую вставлю обратно модуль ядра E1000. Но вот эта грубая вставка модуля не позволяет это делать. Ошибка о том, что нет такого файла или директория, она не совсем корректная. Дело в том, что там куча зависимостей, которые нужно отследить. Кроме того, нам может мешать все Linux наш. Все статус. Давайте проверим. И да, он у нас, конечно же, включен. Он может очень сильно мешать. Мы попробуем мягко вставить модуль. Скажем, modpro.e1000. И видим то, что вроде бы все вернулось. Проверяем и в конфиг. Видим, что да, у меня есть адрес. 1920.168.42.108. Попробуем снова, кстати, ее грохнем. rm-mod.e1000. Грохнули. Снова проверяем и в конфиг. И видим то, что у меня только петлевой адрес остался. Делаем снова вставку. Modpro. Несколько раз нажимаю стрелочку вверх, чтобы вернуться к предыдущим командам. Снова делаю в конфиг. И вижу то, что адрес вернулся. Я даже могу теперь в своем пути сказать переподключись. И вот он меня просит войти в систему. Готово. Я в системе. Итак, мы с вами закончили с первой темы, которая у нас имеет отношение к оборудованию. С тем, как выводить перечень оборудования, смотреть информацию оборудования. И даже успели с вами удалить драйвер и поставить драйвер обратно. Обычно, конечно, задача настолько простой не является. Чаще всего в современных системах у нас уже все драйверы идут как определенные пакеты. Нам нужно устанавливать пакеты в систему. Это позволяет нам работать с устройствами. То есть, в принципе, действия немножечко другие, но базовые вещи, которые под этим всем находятся, мы с вами сейчас рассмотрели. Такие ручное управление модулем ядра, ядер и тем, как посмотреть, какая у нас железка, где находится, на каком адресе. Посмотрели даже при помощи идеи, как подключаются, отключаются устройства и как мы это все видим. На данном этапе нам всего достаточно.